В столице увековечит память старшего лейтенанта Максима Майорова, который погиб на Северном Кавказе. Имориальная табличка появится у хода в 14-ю школу. Здесь Максим учился. Инициативу сослуживцев сохранить память и героя поддержал президент. Максим уже в детстве решил, что будет военным. Его хорошо помнят в школе, хотя прошло уже 27 лет. В Тирасполь семья Майоровых приехала в 87-м. Отец получил назначение в одну из частей 14-й армии. Очень шустрый, внимательный и спортивный. Особенно проявил себя в военно-спортивной игре Зорница, которая в то время проводилась очень масштабно. Папа его помогал, будучи офицером 14-й армии. После школы Максим уехал в Санкт-Петербург. Поступил в высшее командное училище. На этом фото он принимает присягу. После выпуска служил в мотострелковом полку в Нижнем Новгороде. Осенью 99-го вместе с солдатами Майоров убыл на Северный Кавказ. Там как раз начиналась контртеррористическая операция. 13 февраля 2000 года взвод Майорова получил боевую задачу. Он должен был захватить участок в горах у чеченского села Гихичу. Благодаря умелым действиям командира подразделение задачу выполнило. Но при штурме опорного пункта боевиков Максим погиб. Родители после смерти сына вскоре вернулись в Россию. Мать перед отъездом зашла попрощаться в школу. Мы пригласили ее на классный час в седьмой бойкласс, потому что этот класс вел такую поисковую работу. Она очень трогательно рассказывала нам о своем сыне. С детства очень любил играть в военные игры, в солдатики, различные танки коллекционировал. Ну, видимо, это сказывалось, что из династии военных. Максим Майоров посмертно награжден орденом мужества. Сослуживцы предложили увековечить память в городе, где прошла его юность. Обращение направили в школу и союз ветеранов. А комбат написал сразу президенту. Вадим Красносельский ответил, что обязательно поможет. Сейчас макет мемориальной таблички готовят в Санкт-Петербурге. Мы планируем, да, это где-то 400 на 800 миллиметров размером. Там будет написано, что здесь учился, вот такой-то хороший человек. И, собственно, будет портрет. Ну, изображение там, я думаю, изготовим. И все-таки это вот непосредственно в Террасполь. Потому что, ну, понятно, с Питера тащить такую плиту весом килограмм 30-40, это, ну, сложно. Мемориальную табличку установят осенью. У входа в школу уже есть одна. В память о выпускнике Юрия Бойцове, который погиб в бою на Дубосарской плотине в мае 92-го. А всего в ходе боев на Днестри, Афганистане и в других горячих точках свои головы сложили 10 выпускников этой школы. Юрий Заяц, Максим Кирьязов, Андрей Овчинников, ТСВ.